Ре. Вис Этерс Ирте. Ре. Вис Этерс Ирте. Если он, она, пытаются закруглить эту историю, ну, закругляют таким образом, что изменяют, но, по идее, стремятся к выходу из отношений, то нет смысла еще сообщать, что я была с другим, был с другим, и вот такой, немножко по-детски найти какой-то дополнительный повод, но тем самым, в общем-то, ранний человек, с которым какое-то время провел вместе. А я вот прочитала такую идею, пока готовилась к программе, что рассказывая об измене, мы таким образом можем взволновать вот эти имеющиеся отношения, проблемные отношения супружеские, то есть начать новый этап. Идея красивая, но из такого человеческого профессионального опыта, то, что я встречаю и у клиентов, и у каких-то знакомых, чаще это сильно травмирует, ранит партнера, чем придает какого-то такого тонуса. Ах, вот, и с другим, значит, мне надо как-то быть более такой креативный, творческий, свежий. Чаще это сильно ранит, и второго очень обижает, в общем-то, эту функцию провокационную, мне кажется, не выполняет подобный месседж. Почему человек вообще изменяет? Что об этом говорит психология? Деликатный вопрос такой. В такой очень биологической своей сущности мы полигамны все. Это не значит, что нас прямо прет завести себе мужские и женские гаремы, но где-то это такое стремление, немножко разнообразие, это у нас есть, поэтому этот легкий такой вектор, он где-то там в глубине живет, и он не настолько сильный прямо, чтобы такую жизнь вести уже совсем открытую, но в тех обстоятельствах, когда в отношениях что-то не ладится, накапливается рутина, вот эта тенденция, она начинает себя проявлять, и человек ищет какие-то дополнительные впечатления от жизни, если это связано с рутиной в отношениях, что очень часто, и если он недостаточно креативен в своих собственных отношениях, вернее, это зависит от обоих партнеров, если они оба недостаточно креативны, то кто-то может быть не креативен, но предприимчив, и чтобы разнообразить свою жизнь сексуальную, он может, конечно, и изменить или изменять даже партнера, но учитывая, что статистически измена, это не такое уж редкое явление, в разных социальных, профессионально-социальных слоях этот процент варьирует, ну, в такой более артистической среде, так он и побольше будет, этот процент. Ну, говорят, что средний процент 60-60 процентов, да, это же довольно большое? 60 процентов, но есть слои социальные, где и все 70, и все 90, есть где, конечно, стремиться там вообще к нулю, если это, например, люди очень религиозные, какие-нибудь, например, староверы, я думаю, что там и мы не найдем измену вовсе, но если мы в какую-нибудь богемную среду, такую, или городскую среду придем, я думаю, все 70-80 процентов мы можем и получить. Принимаем телефонный звонок, послушаем, что хочет сказать наш телезритель. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня 20 лет назад погибла 13-летняя дочка. Ну, время, конечно, затянулось, то это боль, но иногда я все-таки это все вспоминаю, и все опять всплывает. Вот что мне может достать терапевт, подсказать, чтобы избавиться от тех этих воспоминаний неприятных? Спасибо, да. Не по теме, но все равно вопрос. Ну, давайте ответим. Ну, конечно, не, ну, слово совет не очень. Мой совет никаким образом вам не поможет справиться с этим переживанием, но есть смысл обратиться к квалифицированному специалисту, потому что с работой, есть хорошие и очень эффективные методы работы с старыми психологическими травмами, и они достаточно хорошо помогают человеку как-то оставить, архивировать свое прошлое травматическое, его положить вот в эту папку, в этот альбом, и там оно лежит. Иногда, конечно, открываешь этот альбом и смотришь, и грустишь, но оно не отрывает меня от моей повседневной жизни. Я думаю, что квалифицированный психотерапевт, ну, никого вам не посоветую прямо, но есть точно специалисты, которые работают с старыми травмами психологическими, и это довольно эффективно. Возвращаемся к нашей сегодняшней теме измена. Как мужчины и женщины реагируют на измену? По-разному, когда узнают. Мужчины даже острее. При том, что мужчины, наверное, чаще склонны к измене статистически, но измену себя они переживают более остро. Мужчины более выражено чувство собственности, чувство власти, владения. Это мое. И даже если чувство к этой женщине несколько, может быть, увяли или как-то так съежились, то ощущение того, что это моя женщина, даже если я не очень ее люблю, она остается. И поэтому в этом смысле мужчины часто воспринимают измену как посягательство на свою собственность. Женщины переживают тоже, но скорее они рассматривают, ну, так, с тенденцией того, не то, что это мое, а то, что мои ожидания были преданы. И есть еще какая-то женщина, которая пытается войти в то же поле отношений, где я уже нахожусь. И тогда женщины, они чуть мягче переживают до тех пор, пока отношения между мужчиной и женщиной наполнены чем-то. Если эта измена все-таки появляется, то эта наполненность может даже и заставить женщину простить измену. Мужчина же труднее это переживает, ему тогда нужно вернуть как-то, получить сатисфакцию на то, что посягнули на его какую-то территорию. По-разному переживают, а старота, мне кажется, у мужчин переживаний измен значительно больше, чем у женщин. Стоит ли сохранять брак, если кто-то из супругов узнал об измене? Ну вот коллега Резник Мартов сказал, что про любовь я абсолютно с этим тоже согласен. Если чувство есть, если есть любовь, если есть смысл отношений, и это какой-то был кризис в отношениях, и он вот так вот был оформлен, то, конечно, и нужно, и стоит искать эту точку прощения и отпускать. Ну, это стоит того. Потому что долгосрочность отношений, это, конечно, большая ценность, и ее нельзя никак не скомпенсировать приключениями. Это точно стоит того. Но если кончилось все, то и правда-то, да, такие архаичные идеи, что сохранить брак ради ребенка. Вся психологическая практика работы с детьми, например, доказывает, что ребенку лучше, когда родители в мире, даже если они разведенные. А если они живут ради ребенка, потом эти же дети, уже повзрослев, так и говорят родители, лучше бы развелись, чем мучили меня, вот, жили ради меня, и потом заставляете меня еще быть обязанным вам, что вы потратили свою жизнь на меня, лучше бы были бы счастливы. Поэтому если, конечно, чувство значимости взаимно кончилось, тут проблема с прощением, наверное, не стоит. И только в христианском смысле, что нет смысла таскать по жизни зловище на другого человека. Это разрушает только мою жизнь. Сразу вспоминаются многочисленные песни о том, как два любящих человека не могут быть вместе по причине кого-то, кто-то находится в официальных отношениях, предположим, и сохраняется вот это из-за ответственности какой-то перед семьей, которая уже создана, из-за уважения, опять же. Песни-то написаны давно, а мир меняется. Ну, поскольку технологии записи песен за последние сто лет очень совершенствовались, но культура за это время тоже сильно изменилась. И если эти песни были написаны в 30-е, 50-е годы, то мы, в общем-то, живем совершенно в другом мире, чем то, когда эти песни были написаны. И, наверное, эти песни не отражают... Из-за боязни причинить супругу, супруге какую-то боль, из-за этого сохраняется семья, из-за уважения к этому человеку, может быть? Это хорошая основа, чтобы что-то строить, но этого недостаточно для того, чтобы жить вместе. То есть только из уважения такого, ну, как бы, жалостливого к другому. Да, но кто при этом счастлив, и зачем эти люди вместе? Видите, смысл семьи-то изменился. Если раньше семья возникала, это скорее как такой племенной союз, в котором нам вместе легче выжить, то сейчас функция семьи, наверное, в большей степени, на все 90%, наверное, состоит из отношений. Нам хорошо вместе, мы зачем-то друг другу нужны и что-то создаем вместе психологическое. Потому что экономически, в общем-то, мужчина и женщина вполне в состоянии, ну, больше к женщинам относятся, в состоянии жить автономно. Подчас даже и сильно лучше. Например, в латвийском довольно феминном обществе женщины и больше могут зарабатывать, и вполне не себя обслуживать. Мужчина не нужен как добытчик, мужчина нужен как атмосфера. И вот если эта психологическая составляющая лопнула, то... Еще одна ситуация. Нередко бывают такие случаи, когда партнеры изменяют друг другу с лучшим другом или с лучшей подругой партнера. Что делать с этой ситуацией? Как поступить? Другу что? Друг? Не хороший человек. Или не умный. Потому что он влезает в довольно сложный треугольник. Если его до того, как он влез туда, задать вопрос, а что ты потом будешь с этим делать? Или что ты... Да, что ты будешь с этим делать? Как ты собираешься потом разруливать эти отношения? Как ты собираешься дружить? Если человек подумает, то, наверное, он как-то поймет, что лучше не делать таких пассажей. Что делать... Что делать с супругом? С супругом. Не этот вопрос. Почему это произошло важнее? Потому что, если это уж случилось, ответ будет зависеть от того, почему такое случилось. То ли они все напились, ну, тогда как... Был пьян и не сознавал. Конечно, надо как-то отпускать ситуацию. Если это симптом разрушенных отношений, ну, расставаться, конечно же. Если это симптом, который маркирует кризис в отношениях, ну, другу говорить «до свидания», а свои отношения прояснять, выяснять по друге другу. И искать, конечно, этот баланс, потому что это всего лишь кризисная такая ситуация, которая не характеризует измена как предательство, а измена, скорее, как попытка справиться с кризисом. Ну, а друга, наверное, надо гнать в шею. Измены – это обязательно интимная связь или измены могут быть и платонические отношения между людьми? Зависит от ценностей, наверное, людей. Есть люди, для которых сексуальная сторона вообще ничего не значит. Ну, в том смысле, что это, ну, так, как-то переспали, но эмоционально люди вместе, и для них эта телесность не так важна, не так сакральна. Есть же люди, для которых это очень важно. Здесь, скорее, зависит от тех ценностных координат, которые конкретный человек несет. Но думаю, что, ну, так, может быть, я испорчен своей же собственной профессией. Для меня, конечно, психологическая измена… Больше. Более весомое событие, чем сексуальное, которое, ну, как-то… Нехорошо, но не так значимо. Извините, я просто тему продолжу. Говорят, вот, психологическая, вот вы говорите, измена. Говорят, женщины изменяют, если женщины изменяют, то это гораздо страшнее для семьи. Что вот у мужчин это может быть просто, как вы говорите, интимная связь, а если женщина решается на измену, то это… Женщины разные. Есть для которых это так, для которых не так. Я бы так человечество не делил бы вот на две категории. Потому что мужчины и женщины очень разные, и для какой-то женщины, да, это вот сильное событие. Но есть женщины, для которых это не так важно. Более того, для них измена не значит уход от любимого мужа. У них может быть более высокий темперамент, но при этом очень хороший интеллект, и они могут хорошо разруливать подобные ситуации, как-то хорошо контролировать границы и создавать ощущение в отношениях с мужем полного комфорта и прожить длинную счастливую жизнь до глубокой старости, вырастить детей и умереть в один день и счастливо. И эта измена, при том, что она может регулярно иметь, постоянно иметь любовника, а то и двух даже, но это никаким образом не повлияет на качество их совместной семейной жизни. Есть такие женщины, их не так мало, а есть женщины, для которых это невозможно категорически. Они очень центрированы на одном человеке, строят все свои чувства, переживают для этого человека. И тогда, конечно, появление новых отношений, подобное, не знаю, землетрясение, которое рушит это здание отношений полностью. Очень зависит от разных людей, от разных культур, воспитаний и ценностей, темпераментов. Давайте я озвучу мнение одной нашей телезрительницы. Дуняша нам на портале tvn.lo пишет. Мое мнение такое, изменять могут оба или оба верны друг другу. Как ни говори и чем не объясняя измену, партнеру всегда больно и обидно. А если оба ходят налево, то и обижаться не на кого. Вот поэтому, на мой взгляд, теперь стали чаще изменять женщины. Женщины стали чаще изменять? Ну, в сравнении с чем? В сравнении с началом 20-го, конца 19-го века и туда-назад, наверное, чаще. Но если взять античные времена и какие-нибудь античные традиции, то, наверное, нет. Но западный мир такой довольно свободный и уравнявший в правах и в потребностях мужчин и женщин, думаю, что это, ну, естественно, логично, что количество измен одинаковое. Есть интересная статистика, такая, вернее, каламбур статистический. Когда спросили мужчин, сколько у вас было женщин, они там назвали, там, 10-20. Спросили женщин, сколько у вас было мужчин, они назвали, ну, 3-4. Но статистически это невозможно, потому что когда спросили, когда подумали, а с кем спали эти женщины, выясняется, что они, в общем-то, одинаково в количестве сексуальных партнеров, мужчины чуть склонны преувеличивать количество партнеров, женщины преуменьшать. Также и с изменами. С кем изменяют эти мужчины? Они же не со слонами изменяют, с козами, а не с другими женщинами, которые, в свою очередь, тоже кому-то, наверное, изменяют в это время. Поэтому я думаю, что это, в принципе, статистически одинаково. Измена. Это обязательно мужчина-женщина? Измена с работой, измена с мотоциклами, с рыбалкой? Да, с увлечениями. Это отдельная тема. Ну, я бы... Это уже такие, знаете, словесные, игра слов. Ну, да, конечно, если есть пара мужчина-женщина, и мужчина или женщина уходят полностью в работу, и эту энергию утаскивают из отношений, то второму партнеру не сильно от этого приятно. И сила переживания может быть сравнима с такой, с изменой, как бы с другим человеком. Но думаю, что это там другие координаты, там работают и не так же это романтично. Но порой тоже сохранять отношения приходится работать, если кто-то из партнеров увлечен чем-то? Это тоже, с одной стороны, симптоматично. Говорить, что что-то не так в отношениях или проблема у этого человека. Но трудно сказать, смотря чем занимается человек, если, допустим, это художник или композитор, где профессия предполагает такое вдохновение и такое творческое погружение в свое дело. Режиссер ставит спектакль и уходит с головой в этот процесс, то его любимая супруга будет дома сидеть с борщом и ждать, когда он снимет это свое кино, потому что сейчас он спит с кино, которое снимает. И это энергию все, он забирает отношения и вкачивает в свой кинематограф. Но если человек делает что-то более такое системное, где есть некоторый такой структурированный ритм жизни, там рабочая недельница, понедельник по пятницу, то это какой-то другой тип семьи, другой тип отношений. И если на фоне вот этой повседневности мужчина или женщина все больше уходит в работу, то точно что-то не то в отношениях. То и обоим или кому-то из партнеров надо задуматься, что-то не то происходит. Где-то мы потеряли контакт, перестали жить друг для друга, стали жить в каких-то параллельных мирах. Принимаем еще один телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас внимательно слушаем. Алло, я хочу поделиться с вами своим опытом. Мне 64 года, я из Огры, зовут меня Памела. Я когда-то изменила своему мужу в отместку за его пьянство. Как это расценивает психолог? Спасибо. Спасибо вам. Ой, это отдельная тема, измена в отместку. Потому что, ну, одно дело, живет же мужчина, женщина, встречает какого-то красивого, соблазительного человека. И у них случается там любовь, секс или только секс, или еще флирт. Потому что он очень такой притягательный, такой замечательный человек. А другое дело, вот у меня есть муж, пьяница, алкоголик. Мне с ним противно. Во-первых, почему? Первый вопрос, почему я вообще с ним живу? Зачем в отместку? Тогда нужно как-то, чтобы он видел это. Но с другой стороны, мне противно с этим мужчиной и противно с тем мужчиной. Не знаю, как-то мне кажется, что это такая месть странная, что я сам себе отомстил в результате. Что переспал не ради удовольствия, переспал, так уж с удовольствием, как-то, наверное. А если только ради вот этого мести, если нет в этом отношения, то и с этим надо пьяниться, тоже как-то жить вместе. Не знаю, такое бессмысленное действие. Не в смысле в категориях плохо или хорошо, а в смысле зачем. Ну, если пьяница, надо уходить. И тогда свободное отношение можно с любыми мужчинами. Если влюбилась, тогда с удовольствием, с тем, с кем влюбилась. Потом, правда, может быть, придется разбираться с чувством вины. А если ради мести, переспать с кем-то... А если очень любить пьяницу? Не верю. Не верю, что можно любить пьяницу. Почему? Ну, не верю. Ну, не понимаю. Хотя, конечно, если это какая-то особая харизма и какой-то особый человек с какой-то фантастической энергией своей такой... Ведь есть же великие, замечательные люди, с которыми мы относимся с огромным уважением. Но они были алкоголиками, пили, но тем не менее, там, не знаю, там, такой поэт Высоцкий пил, пил пьяница, пьяница Мария Владимировна любила, любила. И мы все понимаем, почему. Много женщин любила. Потому что какая энергия мужская из него просто шла. Даже алкоголь не способен был это разрушить. Но сколько таких мужчин? Думаю, что все-таки мужчина-пьяница, это чаще всего жалкое зрелище. И не очень понимаю, потому не верить, что там любить. Не понимаю.